Юркин Шукурлаев 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 Скажите, пожалуйста, вот сейчас непростой вопрос с мобилизацией, и как вы лично к этому относитесь, потому что одни уклоняются, другие наоборот, я знаю, идут добровольцами, и как бы это сейчас ни звучало, но они отдают долг Родине и понимают, что это необходимо. Кто, как не мы, будем защищать нашу страну? Вот вы человек, который служили, и который знаете, что такое служба. Как относитесь к сегодняшней ситуации? Сегодняшняя ситуация, она, понятно, что прискорбна для всех, потому что мы уже прекрасно знаем, что реально два братских народа, может даже и один народ, просто столкнули лбами определенные силы и круги, и весь гешефт от этого получают, продолжают получать, не прекращая, скажем так. То есть на сегодня я абсолютно с вами согласен, мы защищаем свою родную Россию от врага, причем не в лице украинцев. Против России на сегодня воюет вся Европа, весь мир практически. Причем, ну, главный бенефициар Соединенных Штатов Америки, это ни для кого не секрет. Поэтому это реально война, которая защищает наш суверенитет, наши устои и наш народ. Вот, поэтому тут и послание патриарха, и послание муфтия Равиль Гайнадина, я считаю, они именно помощь в поддержку духа наших ребят, потому что, ну, боевые действия, чем им можно помочь? Экипировкой, да, там. Но именно кто сильный духом, тот и выживает, и добивается победы. Юркин, скажите, а где вы служили? Вообще, как проходила ваша служба? Ну, это тоже такая мини-наша, ну, не назову трагедия, но я заканчивал знаменитое в Советском Союзе Киевское высшее военно-авиационно-инженерное училище. То есть я учился в Киеве. То есть Украина вам очень близка? Я люблю Украину, я в Киев, вот я говорю, у меня мурашки по коже. То есть мы до всех этих событий, на дни рождения к друзьям, Новый год с друзьями встречаем вместе. То есть, ну, реально училище было знаменитым, оно было лучшее авиационно-инженерное училище Союза. Мы поступали в 88-м, 14 человек на место конкурса. В том году в Авгик было 18-е, если не ошибаюсь. То есть, ну, это были лучшие профессорские кадры. Это, ну, ребята все были. Как на подбор, да? Да. Мы выпустили все. Ну, и сейчас, получается, есть ребята, которые служат с той стороны до сих пор, и есть ребята, которые служат с этой стороны. А вы сидели за одной студенческой, на одной студенческой скамье, фактически? За одной курсантской скамье. В одной казарме. Мы в караулах одной шанелью крывались. Вот, как это пафосно не звучит, но и на сегодня. То есть, я был организатором нашего общего чата к воевушному, даже вплоть до того, что чаты разделились. Украинские сейчас отдельно, российские отдельно. Вот, я думаю, уже понятно, что у нас в душе творится, понимая, что... Ну, единый организм, наш курс, да, на сегодня разделен, и те, естественно, считают, что они защищают свою родину. Ну, мы, само собой, защищаем свою родину. Да, безусловно, это большая трагедия, то, что происходит сейчас. Но другого пути у нашей страны нет, кроме как защищать свой народ, свои взгляды, идеалы и убеждения. Мы должны отстаивать право наговорить на то, чтобы мы говорили на родном русском языке. Потому что борьба идёт и за это в том числе. Согласен. Что касается русского языка, то священный Коран и хадисы были переведены, в том числе благодаря и фонду «Русский мир», который активно поддерживает этот проект, на русский язык. Но вот можно ли вообще Коран перевести на русский язык или на какой-то другой? Вот здесь вот такой тонкий момент, расскажите о нём. Тут очень-очень такая интересная, то есть Коран, это же, ну, Коран, священный Коран, не написан человеком. Это послание Всевышнего Создателя, это слова Аллаха, которые пророк Мухаммад, салам, он принёс его в мир. Поэтому любые переводы, когда говорят «перевод Корана», это некорректно, потому что нельзя перевести Слово Божие прям один в один. Ну вот я знаю, вы интервью брали у покойного Валерия Михайловна в самом начале ещё. То есть вот знаменитейший её перевод, в том числе и все остальные, их называют «перевод смыслов священного Корана». Он не считается перевод один в один, то есть это перевод смыслов, потому что Валерия Михайловна, я когда её просил подписать книгу, она не подписывала. Она говорит, это не, ну… Я не имею права. Я не имею права. Она права. Поэтому вот такая. Здесь тоже такой момент интересный. Скажите, насколько вообще вот эта версия, приближенный перевод, расширил аудиторию и облегчил в понимании Коран? Вот я помню, в каком-то из наших с вами интервью вы меня тоже задавали вопрос. И сейчас я уже вот ждал, причём я не просил, видите? Мы не договаривались об этом вопросе, это правда. То есть переводы смыслов Корана на любой какой бы то язык ни было. Сейчас берём в частности наш родной русский язык. Ну, родной язык у меня узбекский, Люб. Но я в детский сад, школа, военные училища живут, я думаю на русском. Поэтому для меня русский язык… А он тоже родной. Он родной однозначно. Вот. Эти переводы, они расширяют аудиторию. Потому что на арабском языке, там, допустим, ну, не беру Москву, ладно, там, в Рязани. Ну, мало людей, кто знает арабский. Поэтому все эти переводы смыслов, они расширяют аудиторию. И вот в 2010 году я смог, Вячеслав Алексеевич Никонова, спасибо, что он поверил в этот проект, я смог показать, что если мы ещё и в электронном виде его сделаем, потому что книги тоже всё-таки… И вот с тех пор пошёл наш совместно с фондом проект… Проект, который совершенствуется и совершенствуется. И совершенствуется. Как появляются обновления у различных программ, да, в компьютере, так и здесь. Вышла же обновлённая версия. Расскажите, что там новенького, интересного. Вообще, что это за электронная версия? В чём её удобство, новаторство и преимущество? Ну, вот электронная версия в 2010, она была дисковая. Ну, естественно, ещё тогда дисководы все были у всех. А электронная версия, она хороша тем, что даёт намного больше функционала, чем просто прочитать. То есть на диск был… Ну, мало того, что текст на русском и арабском одновременно. Перевод использовался, Валерий Михайлович. Ещё и был звук, арабский звук мы официально по договору купили у потомков знаменитого чтеца Корана Аль-Хусари, прямо в Сирии с договором. Вот. А русский звук был озвучен заслуженным артистом Кабардино-Балкарии Ильясом Сазаевым. Прям в студии. И… То есть человек мог прослушать, прочитать, сравнить русский, арабский. И, ну, просто это на тот момент это был реально уникальный… Космос. Космос был. Космос. Вот. В шестнадцатом году я уже подошёл с просьбой к Владимиру Вячеславовичу Кочину. Владимир Вячеславович чётко поддержал, потому что к шестнадцатому году дисководов практически уже не осталось. Я дома держу, чисто на всякий случай, какие-то есть диски с днев рождения там. С предложением сделать мобильное приложение уже на смартфоны, планшеты. Тоже встретил понимание. Фонд выделил деньги. Мы быстро, красиво сделали. Это тоже был взрыв, потому что, ну, после дисков, мобильная версия, она была более функциональна с другими функциями. То есть мы внедрили, ну, киблокомпас называется, то есть направление на киблу. Мусульмане молятся же исключительно в сторону киблы. Потом были внедрены, ну, улучшены функции. Вот. У нас есть морфологический поиск. Задаёшь слово, и он полностью выдаёт, несмотря на падежи лица числа, полностью выдаёт, где это слово встречается, в каком виде. То есть ответ на твой личный вопрос, который ты можешь адресовать в священной книге. Да, практически. Вот в душе, что у тебя есть, и священные слова тебе подсказывают, как оно может быть сейчас у тебя в душе. Вот. Ну, и внедрили хадисы. Потому что Коран многие знают, а хадисы что такое, не знают. Причём у меня был, опять-таки, в Киеве, мы с друзьями, когда печатали диски первые, программист ошибся, я не доглядел, он вместо священной Кораны и хадисы написал священный Коран и хасиды. А хасиды – это иудаизм, это немножко другое. Вот. А здесь хадисы были чем интересны. Это жизнеописание пророка, ну, если вообще просто сказать, то есть то, что не вошло в священный Коран, допустим, оно, вот, сборник хадисов Аль-Бухари в исламе почитается на втором месте после самого священного Корана. То есть, хадисы – это некая подсказка, как действовать в какой-то ситуации. Как, вот, на примере, как действовал пророк. Житейское. Житейское. Житие, бытие, не знаю, как правильно. Вот. И отзывы пошли очень мощные именно в плане хадисов. Спасибо за хадисы, мы читаем хадисы, мы… Я в метро сам читаю хадисы, уже по несколько раз, а оно каждый раз читаешь. И каждый раз по-новому. Каждый раз по-новому все это. Воспринимаешь эти слова. Воспринимается, да. Вот. И на сегодня, вот неделю назад, выпущено обновление, которое… То есть, в 2016 году мы сделали мобильное приложение, Android был шестой, а iPhone пятый, по-моему. И в начале года на некоторых… Он просто перестал скачиваться. То есть, уже гаджеты ушли намного вперед, а приложение не скачивается, люди жалуются. И, ну, самым крайним толчком послужило… На iPhone исчез арабский стекст. Вместо арабских букв пошли кубики. Тоже пришел к дорогому, любимому Владимиру Вячеславовичу. Говорю, ну… Надо что-то делать. Надо что-то делать. Проект «Детище» нельзя его бросать. Тоже фонд помог, слава Богу. И на сегодня мы, реально, мы его обновили просто вот скачком. Прям на сегодня, там, 13-ый Android или iPhone, я уже не помню. Последняя версия поддерживает легко. Последняя версия поддерживается, скачивается. Дизайн сделали намного современнее, потому что 7-мильными шагами этот веб-дизайн движется. А дизайн 16-го года и 22-го – это, не знаю, как «Жигули» и «Мерседес». Вот. И обновили сайт тоже, потому что… Ну, сайт на сегодня не актуален, никто не от самой. Но все равно, как визитная карточка какая-то. Вот. И сайт тоже приобрел очень современный вид. И я настоял, там, ну, и программисты не сильно хотели. Владимир Шлавович тоже был против. Но я на сайт внедрил отдельную страничку с благодарностями. Вот. Кто сам, вот с 2008-го года как начиналось, кто участвовал, кто помогал. Кто поддерживает проект. Кто поддерживал этот проект, да. Вы знаете, мне кажется, что сейчас значение этого проекта выросло в разы. Потому что духовная потребность людей в связи с последними событиями, она здорово возросла. Я имею в виду не только тех, кто отправляется на поле боя, но и тех, кто остается здесь. И по-своему каждый из нас на своём месте ведёт борьбу. Каждый сталкивается ежедневно абсолютно с теми или иными сложностями, препятствиями. И вообще время неспокойное. Чего же тут говорить? И где найти спокойствие для своей души и для своего сердца, кроме как не в молитве? Поэтому скажите, есть какие-то данные вообще, сколько приложения скачивают, какие-то цифры? То есть, что оно, конечно, очень востребовано среди мусульманского сообщества? Любовь, вот смотрите, мы не даём какой-то специальной рекламы, мы не используем какие-то, есть специальные фишки по раскрутке и так далее и тому подобное. Не используете маркетологов в общем? Хотя могли бы, ещё и зарабатывать на этом. Могли бы, потому что да. Была идея сделать некоторые функции приложения платными. Я целенаправленно от этого ушёл, потому что, ну, в исламе, если ты даришь Коран, то есть, за каждую букву, прочитанную человеком, которому ты подарил, ну, Божья благодать должна вернуться. Я не за то, что я жду благодати прям-прям-прям. Я же говорю, есть целый список людей, которые участвовали, и эта благодать распространяется на всех, в том числе и на вас. Спасибо. Не первый раз, да. Вот, то есть, чем больше даришь Корана, тем больше ты приносишь мира и добра в этот наш неспокойный мир. На сегодня, без вот этих маркетинговых специальных раскруток и так далее, более ста тысяч скачиваний. Это серьёзная цифра. Более ста тысяч скачиваний. Учитывая, что в этих всех сторах, апсторах, там, в Google Play и так далее, ну, приложений с Кораном много. Кто-то просто текст выложит, кто-то ещё что-то. Ну, у нас огромный плюс в том, что все смысловые переводы официально по договору, то есть, с Валерией Михайловной договор. Потом, а, вот когда мы в 2016 году делали мобильное приложение, очень много людей попросило прозаический перевод. У Валерии Михайловны единственный на русский язык, поэтический, единственный перевод в стихах в России, это у покойной Валерии Михайловны Порхова. И мы внедрили, ну, самый такой был доступный, тоже заключили с ним договор, сами сделали озвучку, внедрили перевод в прозе Эльмира Кулиева. Вот. И вот, ну, вот, как я и сказал, более 100 тысяч скачиваний, там даже есть статистика в сторах по устройствам, постоянно на более чем 10 тысяч устройствах регулярно использованы. Регулярно использованы. То есть, ну, 10 тысяч устройств, если даже там, не знаю, ежедневно или ежемесячно, без разницы. Значит, люди заходят, читают, получают для себя что-то полезное, передают эти знания детям, внукам. Я считаю, вот, польза этой программы. Безусловно, польза программы очень высока. И, как я сказала, сейчас наверняка люди больше обращаются к вере, ищут поддержку именно там. И обновленная версия приложения, она как раз способна помочь людям найти ответы на очень сложные вопросы. Кто, например, еще не нашел свою дорогу, да, и он находится в поиске, то приложение ему в помощь. Я вот подтверждение ваших слов люблю. Неделю назад обратился ко мне, ну, я племянник его называю, а это сын моего старшего товарища. Вот. Тоже из Узбекистана, но он здесь, он, кстати, закончил энергетический институт лучшим по рейтингу среди всех. Не как иностранец, а даже среди русских. И у него друг Павел из, если я не ошибаюсь, из Чувашии. Русский, они вместе, они фирму открыли, работают, молодцы, автоматизацией занимаются. Неделю назад он обратился с просьбой, Веркина Садыч, хочу ислам принять. Я говорю, Паш, ты сам пришел к этому? Да, вот мне еще Тимур давал вашу программу, я читал, мне нравится, вот я хочу ислам принять. Я говорю, смотри, если это сам, вот, позвонили нашему тоже, ну, Рушан Хазрат Абясов, вы его знаете, вы тоже его интервьюировали. Он со стороны Муфтията помогает в продвижении нашего приложения. Приехали, парень принял ислам и, ну, вот. Вот видите, самое главное в данном случае, мне кажется, что приложение действительно помогает. Оно настраивает людей на высоко духовные материи и помогает, еще раз повторюсь, найти ответы на сложные вопросы, которые сегодня стоят перед нашим обществом и перед каждым из нас. Это важно. Юркин, скажите, что бы вы пожелали всем нашим телезрителям? Потому что, действительно, время не самое простое, но удивительное с исторической точки зрения, в которой мы живем. Ну, как все-таки активные участники действий сохранить разум, спокойствие и оказывать помощь, поддержку государству и своим близким? Ну, в первую очередь, я бы хотел пожелать мира, добра, спокойствия, здоровья и именно душевного спокойствия. Потому что, вот, после объявления мобилизации запаниковали, там, кто-то уехал, кто-то собирается уехать и так далее. Мне кажется, это работает на мельницу врагов. И у себя, ну, в семьях, наверное, это тоже какой-то раздрай. Ну, поэтому на данном этапе нашего пути нету иного вектора, кроме как победить весь этот, как говорили на курсе истории КПСС, империализм. Потому что спят и видят расчленить Россию, разъединить Россию. Это же, ну, историю, кто знает. Все эти мировые войны, они происходили исключительно со стороны англо-саксонских сил. И в большей степени были направлены против России, против Советского Союза. И в данный момент это, то есть, специальная военная операция была начата именно в защиту. Поэтому я бы хотел, чтобы все наши соотечественники сплотились, сохраняли спокойствие в семьях, помогали в достижении побед. Как говорит Вячеслав Алексеевич, как говорил Молотов, враг будет разбит, победа будет зана. — Йоркин, спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня к нам в студию, рассказали про обновленную версию Священного Корана и хадисов. Дорогие друзья, завершая нашу программу, мне хочется тоже обратиться к нашим телезрителям и сказать о том, чтобы каждый из вас искал мира в душе, покоя и мира в своей семье. И священный Коран, и хадисы на русском языке вам в помощь. Спасибо. До новых встреч. Спасибо.